Улица Красной Армии за последние недели стала выглядеть не так кричаще. А все дело в том, что исторический центр понемногу освобождается от информационного шума. Массовые проверки мэрии начались с 3 сентября. Все вывески, которые не соответствуют требованиям правил благоустройства города, собственников и пользователей зданий обязали демонтировать. Если обратить внимание, торговый центр «Воздвиженка» стал гораздо чище. Баннеры, растяжки, закрывающие окна, все убрали. Остались только названия магазинов и организаций там, где это разрешено, без излишеств и нагромождения. Демонтировал старую вывеску и магазин «Сувениры». Проект обновленной надписи уже представлен в Управлении по делам наружной рекламы. Улица Красной Армии, дом 9. Здесь располагалось 3 информационные конструкции. Ну вот одну мы еще видим печати и штампы. Было еще 2 фотографии. Вывески не имели листов согласования. Значит, мы отработали этот вопрос привлечения к административной ответственности. Две вывески, как вы можете видеть, демонтированы. Что касается третьей, то мы ожидаем в течение 2-3 дней ее демонтажа тоже. Чтобы к вывеске претензий не было, ее необходимо узаконить. С улицами Красной Армии 10 августа история вообще особая. Все наименования должны соответствовать выработанному дизайн-коду. В администрацию необходимо подать заявление на установку новой конструкции, получить одобрение ее дизайна от худсовета. Это исторический центр города. Значит, здесь может быть согласован проект, выполненный отдельными буквами, имеющий обязательно подсветку и не нарушающий архитектурный облик здания. Как мы видим, оно не типовое. То есть, здесь нужно более внимательное отношение к тому, что вешается на здание. В качестве примера показывают вывеску и в бизнес-центр. Она на Красной Армии, пожалуй, одна из немногих. Удачная и соответствующая нормам. Напомним, за нарушение требований правил благоустройства города грозит административная ответственность. Сумма штрафа от 3 до 60 тысяч рублей. На данный момент по улице Красной Армии возбуждено 12 дел. А всего по городу наложено административное взыскание на сумму почти в 1 миллион рублей.